В России для поддержки отдельных категорий граждан предусматривается квотирование рабочих мест. Делать это работодатели обязывает как федеральное, так и региональное законодательство. Причем речь здесь идет не только об инвалидах. Федеральным законом о социальной защите инвалидов, законом Московской области о квотировании рабочих мест, устанавливается обязанность работодателей квотировать рабочие места для таких категорий граждан, как инвалиды, которым индивидуальной программой реабилитации установлены рекомендации к труду, несовершеннолетние от 14 до 18 лет. Это выпускники профессиональных образовательных организаций до 20 лет, ищущие работу впервые. А также это лица из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. Рабочие места резервируются в зависимости от среднесписочной численности сотрудников предприятия. При количестве работников более 35 человек – 1%, более 100 человек – 2%. Обязанность по квотированию считается исполненной, если работодателям трудоустроены такие граждане, либо созданы или выделены места для приема таких граждан, и они вакантны для их трудоустройства. В целях содействия занятости данным категориям работодатели ежемесячно и ежеквартально предоставляют в Центр занятости населения по месту своего нахождения сведения о вакансиях для таких лиц. Городская прокуратура на постоянной основе осуществляет надзор за предприятиями, подпадающими под действие данных норм федерального и областного законодательства о квотировании рабочих мест. Так, по результатам проверки, проведенной в мае 2017 года, установлено, что часть организации ненадлежащим образом исполняют требования законодательства о квотировании. В связи с выявленными нарушениями городской прокуратуры возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения. Также внесены представления об устранении выявленных нарушений. По результатам этой деятельности для определенных законам категорий граждан было выделено более 30 рабочих мест. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.